Отец Небесный, мы благодарим Тебя сегодня за многочисленные благословения и за возможность изучать Твое Слово и быть возрожденными и преобразованными. Мы благодарны за победу над грехом, потому что это Твое обетование. Спаси нас, мы молим, и используй нас, чтобы дать другим возможность спастись. Наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, друзья, всем и каждому добро пожаловать на сегодняшнюю программу «Сила в полдень». Вторник, 10 декабря 2019. Друзья, я хочу перейти прямо к этой вести, потому что мы видим очень ясно, что Второе пришествие Иисуса Христа близко. Завершение испытательного срока вот-вот произойдет, и я хочу быть найденным готовым. Хотите ли вы быть найдены готовыми? У нас у всех должно быть желание помочь другим приготовиться, чтобы у них была возможность спастись, пока не стало слишком поздно. Нам сказано, что прямо перед Вторым пришествием Христа будет установлено начертание зверя. Об этом говорит Откровение 14 глава стихи с 9 по 16. И Откровение 13 глава говорит нам, что роль, которую сыграет приближающийся кризис, чтобы привести к начертанию зверя, это воскресный отдых, установленный законом с преследованием народа Божьего, соблюдающего заповеди. Пожары, бедствия, затем идет начертание зверя. Откровение 13 стихи с 13 по 17. Нам всем известно, что происходит в Испании, в Мадриде. 2 декабря 2019. Руководитель ООН говорит, что планета достигла точки невозврата. Мы в кризисе, говорят они. Руководители ЕС также говорят, что бороться с изменениями климата – это их приоритет. Вам ясно, друзья? И поскольку это их приоритет, и они все в союзе взаимодействуют с папством, это значит, что соблюдение воскресения – это их приоритет. Потому что Папа Франциск говорит в Лаудатасе, должно быть установлено воскресенье для того, чтобы бороться с бедствиями. Почему Папа рассержен? Почему он суров? Заголовок. Папа выражает разочарование по поводу отсутствия политической готовности к осуществлению положения Лаудата Си на конвенции в Мадриде, Испании. 6 декабря 2019. Почему он разочарован? Потому что он хочет двигаться быстро, чтобы по закону отдыхать по воскресеньям. Но Бог связал его. И пока Бог не скажет, воскресное соблюдение, начертание зверя, не будет установлено. Но, друзья, могу я добавить? Это время приближается. Мы почти дома. Второе пришествие Христа у дверей. В этой статье Папа продолжает говорить, что молодые люди понимают Лаудата Си. Мне интересно знать, что он под этим имеет в виду. Потому что в Лаудата Си говорится, что должно быть установлено воскресенье, как закон страны. И кто этот главный молодой лидер движения за изменение климата? Это Грета Тунберг. Призывает ли она к поклонению природе? Призывает ли она к воскресному отдыху, установленному законом? Что подразумевает Папа под словами, что молодежь понимает Лаудата Си? Хорошо, друзья, я поделюсь с вами, и вы увидите, что Грета Тунберг показывает свое истинное лицо. Она непреднамеренно раскрыла свои цели. Посмотрите на 9 декабря 2019-го. Democracy Now. На улицы Мадрида вышли сотни тысяч людей, так как КОП-25 начинает заседать вторую неделю. Хорошо. 18 сентября 2019-го Грета Тунберг говорила, что мы должны слушать ученых, побуждая Конгресс принять меры. Послушайте, что она сказала. 18 сентября 2019-го, ABC News. Я не хочу, чтобы вы слушали меня, как мое личное свидетельство, но я хочу, чтобы вы слушали ученых. И затем 9 декабря, не забудьте это сейчас. Послушайте, кого ученые 9 декабря 2019-го заголовок. Грета Тунберг, Рос Уиппл сказали, что мы должны слушать коренное население в условиях климатического кризиса. Так, послушайте. Это 9 декабря 2019-го. Невероятно важно нам слушать коренное население. Слушать кого? Коренное население. Чему они поклоняются? Они поклоняются природе. И какой основной бог природы? Солнце. Грета Тунберг говорит, слушайте ученых. Грета Тунберг говорит, слушайте коренное население. Они поклоняются природе. А поклонение природе связано с поклонением солнцу. От поклонения солнцу у вас есть производное – воскресное поклонение – день солнца. Константин поклонялся природе. И послушайте это. Константин установил воскресенье как день отдыха в 321 году. Римский католицизм – это поклонение природе. Язычество – спиритизм. Поклонение солнцу – это поклонение воскресенья. Коренное население. Что они говорят? Послушайте это. Ротис – это также конференция. Грета Тунберг. А это Росс Уиппл. Вот она. Сейчас в Испании. 9 декабря 2019-го. Росс Уиппл из Сан-Си-Дакота. Я думаю, это потомки племен Хо Чанг и Винни-Бага. Родом из Миннесоты в Соединенных Штатах. Призвала к подходу, основанному на традиции и технологии. Климатический кризис, говорит Росс Уиппл, это духовный кризис для всего нашего мира. Наши решения должны соединять науку и духовность, и традиционные знания экологии. Что это за традиционные знания экологии для коренного населения, которые связаны с духовностью? Они поклоняются природе. И основной Бог природы – это Солнце. Остановься здесь. Разве Библия не предупреждает нас о поклонении природе? Да, предупреждает. И Библия говорит нам, что основной Бог природы – это Солнце. Это Солнце. 4 Царств 23 глава стих 5. Вернемся к экрану. Слышали ли вы когда-нибудь, как молодые люди и взрослые говорят, мы не религиозные, но у нас есть духовность? Здесь говорится, что мы должны соединить науку и духовность, и традиционные знания экологии. Это поклонение Солнцу, природе. Посмотрите сюда. Это Irish Times, 9 декабря 2019-го. Рос Уиппл, после того, как она сказала, что для того, чтобы решать климатический кризис, нам нужно соединить науку и духовность, и традиционные знания экологии, она продолжила красным шрифтом в середине. Она описывает смещение Миссисипи, священной реки, которая кормила людей тысячи лет. Кстати, в Писании фараон поклонялся реке Нил. И называл ее священной. И снова вернемся сюда. Это поклонение природе, друзья. А поклонение природе связано с поклонением Солнцу. Посмотрите на это высказывание. К чему Грета Тунберг призывает? К поклонению природе. К поклонению Солнцу. И с кем она встречалась в Ватикане с Папой Римским, где она говорила, что Папа Францис сказал мне продолжать взвешение за климатическую справедливость. Посмотрите на это, друзья. Великая Борьба, страница 583 говорит, «Тысячи обожествляют природу, и в то же время отрицают Творца природы». Остановимся здесь. Запишите текст описания. Римлянам, 1 глава, стих 20 и далее. Библия говорит нам, что поклонение природе связано с ложным поклонением, поклонением Солнцу. Оно также связано с ложным браком, однополым браком и образом жизни ЛГБТ. Вернемся на экран. «Тысячи обожествляют природу, и в то же время отрицают Творца природы, хотя и в различных формах, но идолопоклонство существует и в современном христианском мире. Так же широко, как оно было распространено и в древнем Израиле во дни Ильи, Бог многих самонадеянных мудрецов лишь немногим лучше Ваала, Ваала, финикийского Бога Солнца, это 4 Царств 23 глава и стих 5. Опять на экран красным шрифтом. Бог многих самонадеянных мудрецов, философов, поэтов, политиков, журналистов, Бог, признаваемый элитарными общественными кругами, колледжами, университетами, это молодежь, и даже некоторыми богословскими заведениями, лишь немногим лучше Ваала, Бога Солнца. Хорошо, друзья. Помните, где был Папа Франциск? Что он проводил? Какую конференцию? Какой синод в октябре? Амазонский синод в борьбе с изменениями климата. И он продвигал образ жизни и духовную практику коренного населения. И что Папа сказал, что им нужно? Воскресная Евхаристия. Вот так, друзья. Воскресная Евхаристия. Воскресенье. Поклонение природе для коренного населения. И затем он продолжил. Постановления Амазонского синода должны распространиться по миру. И не забудьте про Пача Маму. Пача Маму, которая сдерживает кризис. Пача Мама – это идол, который привезли в Ватикан. О, друзья, это поклонение природе, поклонение Солнца, коренное население. Когда мы посмотрим на Лаудата Си, параграф 237, к чему Папа призывает? К воскресному закону. Это значит, Лаудата Си есть поклонение природе. Это язычество, это спиритизм. И кто есть источник этого имени Франциск, который он взял Папа Франциск? Это Франциск Асиский. И это поклонение природе, поклонение природе. Брат Солнца, Сестра Луна – это все здесь, друзья. Посмотрите, это Франциск Асиский. «Хвала тебе!» Это название энциклики Лаудата Си. Это поклонение природе. И снова повторю. Константин поклонялся Солнцу, поклонялся природе. Константин установил первый воскресный закон в Римской империи в 321 году. Итак, к чему призывает Грета Тунберг? «Слушайте ученых!» – говорила она и говорит. «И кого еще?» «Слушайте коренное население, поклоняющихся природе. Это воскресный отдых, установленный законом. Мы приближаемся к дому. Какие у вас мысли на форуме?» «Хорошо, друзья». Затем она продолжала говорить. 7 октября 2019. «Эйпи Ньюс», Грета Тунберг говорит, «Коренное население вело борьбу за климатическую справедливость столетиями. Они заботились о планете, и не забудьте это. И они жили в гармонии с природой. И нам нужно убедиться, что их голоса слышат. Мы должны их слушать, потому что у них есть знания, которые сейчас ценны». Что она здесь говорит? Мы должны слушать коренное население, потому что они жили в гармонии с природой. А поскольку в природе потеряно равновесие, потерян баланс, кого мы должны слушать? Коренное население. У них есть секрет, у них есть формула, у них есть духовность вернуть природе баланс, гармонию, вернуть мир. Вам это понятно, друзья? Спасти климат, спасти землю, спасти атмосферу. И чему они поклоняются? Природе, солнцу. Вам эта суть понятна? Основному Богу. И это обратило мои мысли к 3 царству 18 главе, к пророкам Ваала, поклоняющейся природе. Послушайте, о чем она продолжает говорить. 9 декабря 2019. Она находится в Мадриде, Испании. Послушайте, что она говорила. Невероятно важно, чтобы мы слушали коренное население. Послушайте еще раз. Почему мы должны их слушать? Грета Тунберг, они жили в гармонии с природой сотни лет. И я думаю, нам надо послушать их, потому что у них есть ценные знания, которые нам нужны в это решающее кризисное время. О, друзья, видим ли мы, что мы приближаемся к дому? Когда папа сказал, молодые люди понимают лаудатоси сердцем, вы можете это видеть. Грета Тунберг непреднамеренно раскрыла свои цели. И, друзья, Грета Тунберг показывает свое истинное лицо. Я знаю, что это поколение увидит установление начертания зверя. Готов ли я? Готовы ли вы? Это поколение. Мы увидим второе пришествие Иисуса. Мы приближаемся к дому. Какие у вас мысли на форуме, друзья? Вопрос. Чем мне с вами сейчас поделиться, чтобы приготовиться? Возьмите Библию. Возьмите ручки и блокноты. И Аилия, глава 2. И посмотрите сначала на стих 14-15. Библия говорит нам в стихе 15. «Увы, дню тому, ибо день Господень близок. Мы приближаемся к дому. И как погибель от всемогущего придет Он». Что мне надо делать? Что вам надо делать, спасенные, чтобы служить в онлайне те, кто первый раз смотрит? Что мы должны делать? В стихе 14. «Назначьте пост». Что такое пост? Это воздержание от пищи и питья на время с многими молитвами и чтением Слова Божьего. Это пост. Какой есть истинный пост? Уклонение от греха. Победа над грехом. Какой есть истинный пост? Быть воздержаны во всем. Моя молитва, дорогой Боже, дай мне постоянство. Какая ваша молитва, друзья? Созовите торжественное собрание. Соберите старейшин. А что, если старейшины в моей церкви находятся в отступлении? Что нам нужно делать? Это индивидуальная, личная работа. Вот почему нам сказано в избранных вестях 1-й том стр. 122. Тешим ли мы себя надеждой, что возродится вся церковь? Тешим ли мы себя надеждой, что возродится вся церковь? Такое время никогда не наступит. Это индивидуальная работа, друзья мои. Вам это понятно? И Библия говорит нам здесь, стихе 14, что мы должны делать. Последняя фраза. Мы должны взывать к нашему Господу. О чем мне взывать? И что говорить? О чем вам взывать и говорить? Между прочим, те люди, которые испытывают боль, взывают. Проходим ли мы через физическую боль, духовную боль, эмоциональную боль? О чем мы должны взывать и говорить? Не гадайте, не стройте догадок. И Аиля, глава 2, стих 15, стих 17, стих 17 говорит. Мы должны взывать. Пощади меня, о Боже. Пощади моего мужа, о Боже. Пощади мою жену, супругу, о Боже. Пощади моих детей. Пощади моих родных. Пощади. И что Бог будет делать, если мы будем взывать искренне? Стих 18. Он услышит и пожалеет нас. Какому Богу мы служим? Какому любящему Богу? Будем ли мы взывать сегодня? И Псалом 54, стих 18. Вечером и утром и в полдень буду я молиться и взывать громко. Это наше слово. И Он услышит голос Мой. Это исследование в полдень для получения силы. И Библия говорит нам ныне… Стихе… Смотрите. И Аиля, глава 2. И Библия говорит нам ныне в стихе 14, который связан с освящением поста, стих 15. Когда о пришествии Христа близко, стих 16 говорит, «Разве не перед нашими глазами отнимается пища?» Какие вам мысли приходят? Когда второе пришествие Христа близко, Библия говорит нам, что пища отнимается. Пища отнимается. Какой текст вам приходит на ум? Это предыдущая мини-серия. Это Матфея 24, стих 45 по 51. Слой слуга и верный слуга, который дает пищу вовремя, пищу в последние дни. Но и Аиля 1, глава говорит, что прямо перед вторым пришествием Христа пища отнимается. «О, друзья, я хочу этой пищи. Я не хочу, чтобы эта пища была отнята. Какой будет ваша молитвенная просьба, спасенная, чтобы служить по миру? Хотите ли вы этой пищи?» Что входит в эту пищу? И Аиля 1, глава стих 10 говорит нам, «Пища состоит из хлеба, вина и масла». Пометьте это себе, хлеба, вина и масла. Я оставлю хлеб напоследок. Что символизирует вино? Прямо перед распятием Христа, что он подавал ученикам? Виноградный сок, который является символом его пролитой крови. Вино – кровь. Бытие 49, глава стих 11. Вино – это кровь, символически кровь. И кровь символизирует жизнь. Левитам, глава 17, стих 11. Что мы должны получить, мои друзья, отзывая к Богу? Что из пищи? Жизнь Христа. Победа над грехом. Откройте 7 главу, стих 13, стих 14. Это победа над грехом. Хорошо. А что масло? Масло символизирует помазание Духом Святым. Это 1 царство, глава 16, стих 13. Я хочу это помазание. Хотите ли вы этого помазания? Именно это Христос обещал теплым ладикийцам. Из Откровения 3 главы, 16, 18. Помазать – это ключевое слово. Глаза – глазной мазью. И Аиле, глава 1, стих 16, говорит, «Разве не перед нашими глазами отнимается пища?» Помазать ваши глаза маслом, глазной мазью. Вам ясна суть, друзья? Давайте заканчивать. А что есть хлеб? Хлеб представляет манну, ангельскую пищу. Запишите Псалом 78, стихи с 23 по 25. Это хлеб. Но, друзья, я просил Бога подняться выше символов. Что есть хлеб? Хлеб есть опыт. Идем в Марка, главу 4. Марка, глава 4. Библия говорит нам, в Марка, главе 4, посмотрите со мной на стих 26. Марка, глава 4, стих 26, говорит, «Так и Царство Божие, как если бы человек бросил семя в землю, и спал, и вставал ночью, и днем, и семя взошло и росло, он не знает как. Ибо земля сама собой приносит плод. Сначала зелень, потом колос, после чего что? Полное зерно в колосе». Стих 29. «Но когда плод принесен, тотчас пускается в ход серп, чтобы пожать урожай». Это Откровение 14 глава, серп, стихи с 14 по 16. «Всем нам нужно зерно, пища перед кризисом воскресного закона». Откровение 14 глава. «Ибо будет пущен серп». Сначала появляется зелень, первый шаг, затем идет колос, второй шаг, затем полное зерно в колосе. Зелень – оправдание. Колос – освящение. Полное зерно – это совершенство, это прославление. Мы почти дома, друзья. Послушайте, как моя жена поет гимн для Господа. Это благословение для моего сердца, и пусть это будет благословением и для ваших сердец, мои друзья. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»